Куда спешат чудеса Настя сидела у окна, подперев голову руками, и грустно смотрела во двор. На детской площадке рядом с качелями лежали забытые кем-то плюшевые игрушки. Белый заяц с длинными ушами и рыжий бельчонок с пушистым хвостом. Серая, без снега дорога провожала последних прохожих в этом году. Провожала в уютные дома с наряженными елками и мигающими гирляндами на окнах, мандариново-имбирным воздухом, пропитанным ожиданием чудес. Наступала новогодняя ночь, а снега все не было. Настя всегда верила в волшебство и чудеса новогоднего праздника. Она заранее к нему готовилась. Писала письмо Деду Морозу, украшала елку, делала открытки с сюрпризами для мамы с папой. Вот и сегодня Настя все сделала заранее. Праздничный стол был давно накрыт. Настя несколько раз покрутилась у зеркала в новом наряде. В белом кружевном платье и лаковых туфельках с серебристыми застежками она была похожа на принцессу из сказки. Длинные вьющиеся волосы украшала заколка, большой красный цветок с мелкими блестящими бусинками в середине. Папин подарок. Настя провела пальчиком по тонкому узору на платье и серьезно посмотрела на курносую светловолосую девочку в зеркале. «Точно. Сказочная принцесса». И все же что-то было не так. Большие светло-зеленые глаза как-то грустно смотрели на Настю из зеркала. А непослушные маленькие кудряшки у висков топорщились в разные стороны. Настя постаралась убрать кудряшки за ухо, но они все равно упрямо выглядывали, как будто хотели поиграть. Настя скорчила хмурую гримасу. Принцесса в зеркале сделала то же самое, и Настя недовольна от нее отвернулась. До Нового года оставалось целых четыре часа. Обычно вечером 31 декабря Настя с папой и мамой выходили на улицу, чтобы зажечь бенгальские огни и помахать ими на прощание уходящему году, чтобы в старом году еще раз поиграть в снежки. Но папы до сих пор не было дома. Его задержали на работе. И снега тоже не было. Не было праздничного настроения. Настя взяла со стола длинную коробку и осторожно вынула из нее трубочку с маленькими круглыми отверстиями. Приложив губы к ее концу, Настя коснулась пальцами маленьких отверстий. И из трубочки полилась негромкая нежная мелодия, волшебная и успокаивающая. Настя прикрыла глаза. Она почти год училась играть на флейте. Нотная грамота казалась Насте скучной и давалась нелегко. В музыкальной школе Настя была не лучшей ученицей, и, по правде говоря, ходила туда без особого удовольствия. Но флейта, ее звук очаровывал Настю, уносил в красивый сказочный мир. Поэтому Настя старательно разбирала произведения для флейты. И флейта не забывала за это отблагодарить девочку. Настя быстро запоминала мелодию и уже не смотрела в нотную книгу. Насте нравилось самой придумывать мелодии для флейты. Она никогда их не записывала, а просто наигрывала и запоминала. И теперь из флейта лилась мелодия, которую Настя придумала для мамы с папой, чтобы сделать им сюрприз в новогоднюю ночь. Мелодия так и называлась. «Новогодний сюрприз». Флейта замолчала, и Настя открыла глаза. Большой стеклянный шар на подоконнике светился и плавно менял цвета. Внутри шара куда-то торопился маленький снеговик с большой сумкой через плечо. Он прижимал к себе сумку ручками-веточками, словно не лежали сокровища. Сверху на снеговика медленно падали белые хлопья, похожие на снег. Настя убрала флейту в длинную коробку и с минуту завороженно смотрела на падающие в шаре блестящие снежинки. Она взяла шар двумя руками и внимательно посмотрела на снеговика. «Надеюсь, ты успел доставить мое письмо Деду Морозу?» Тихо спросила Настя. «Это очень важно. Ты ведь не потерял его, как в прошлый раз». Снеговик невозмутимо смотрел на Настю и улыбался. «Эх, если бы ты только мог взять меня с собой к Деду Морозу!» Мечтательно сказала Настя. «Я бы сама спросила у него, почему в прошлом году он подарил мне пупса в коляске вместо настоящего «братика» или «сестрёнки». Я ведь в письме большими буквами написала «братика» или «сестрёнку». Стеклянный шар со снеговиком Настя нашла под ёлкой одним новогодним утром. С тех пор она каждый год оставляла под ним письмо Деду Морозу. Письма исчезали. Мама говорила, что снеговик-почтовик забрал письмо, чтобы доставить его Деду Морозу. Снеговик исправно выполнял свою работу. Игрушки, о которых Настя просила в письмах, всегда ждали её под ёлкой. Как-то раз к Насте в гости зашла лучшая подруга Марина. Она была на год старше Насти и ходила в школу. Марина увидела стеклянный шар, покрутила его в руках и сказала. «Симпатичный. Кто подарил?» «Дед Мороз», — спокойно сказала Настя, а Марина хихикнула. «Ну да, конечно, Дед Мороз и Снегурочка. Какая же ты ещё маленькая. Все давно знают, что Деда Мороза на самом деле нет, а подарки под ёлку кладут родители». От слов подруги Настя целый день ходила грустная, а вечером спросила у мамы. «Это вы с папой кладёте мне подарки под ёлку?» Мама почему-то совсем не удивилась и спокойно ответила. «Конечно, мы с папой уже приготовили подарочек. Думаю, тебе понравится». «Значит, Маринка права. Дед Мороз тут ни при чём». Перебила маму Настя. «Ну, почему же ни при чём? Ты ведь писала ему письмо?» Серьёзно спросила мама. «Писала». Вздохнула Настя. «Но в прошлом году он всё перепутал. Или вообще не получил моё письмо». Мама растерянно посмотрела на Настю и заговорила совсем о другом. Но и в этот раз Настя оставила заветное письмо под шаром. И оно, как обычно, исчезло. «Настюша, посмотри, кто пришёл!» – крикнула мама из прихожей. «Для тебя сюрприз!» «Папа!» – подумала Настя и, схватив стеклянный шар, выбежала в прихожую. У входных дверей стояла соседка тётя Стеша. Она по традиции зашла в гости и принесла три больших свежеиспечённых пряника на палочках. «Они у тёти Стеши были очень вкусными!» «С наступающим Новым годом, Настенька!» – сказала тётя Стеша. «Я уже знаю, что тебе подарит Дед Мороз. Родители тебя балуют!» Мама кашлянула и с беспокойством посмотрела на тётю Стешу. «Ох, ну мне пора идти!» – растерялась соседка. «Весёлого вам праздника!» Настя вернулась в комнату. Странный ком в горле давил и мешал дышать. Обычно так было, когда Насте очень хотелось плакать. Несколько минут она смотрела на снеговика в стеклянном шаре, словно ждала, что тот оживёт и заговорит. А тот только невозмутимо улыбался, словно и не о чём ему было печалиться. И не нужно ему было думать о том, что его обманывают и что никаких чудес на свете на самом деле нет. Настя крепко сжала шар в руках и, глядя на снеговика, прошептала. «Обычная стеклянная игрушка. Никакого волшебства нет. И тебя тоже нет!» Настя с силой бросила шар на кровать. Шар отскочил, словно мяч, покатился и упал на пол. Настя вздрогнула от звука разбившегося стекла. Она подбежала к разбитому шару и медленно опустилась рядом с ним на колени. Настя растерянно смотрела на разлетевшиеся осколки. На улыбающегося пластикового снеговика вложатся бесцветные жидкости с белыми хлопьями на полу. «Нет, нет, нет!» Тихо сказала Настя и, закрыв лицо руками, расплакалась. Хочешь узнать, сколько Насте лет? Тогда вспомни, сколько пряников принесла тетя Стеша Насте и прибавь к полученному числу еще столько же. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова